Как хорошо не быть блогером, бабы за рулем, чем заменить сладкое музыкальное дремучесть, вино и кипр. Всем привет! С вами снова я, Таня Бекметова. Повышаем трафик, лайкаем и грамотно подбираем контент. Под хэштегом Террограм мы собрали самые яркие и запоминающиеся аккаунты самарских авторов сети Инстаграм. Начинаем наш Террограмм. Как хорошо не быть блогером, радуется самарская модель Маша Кузьмина. Не переживать об охвате и теневом бане, а радоваться своим красивым фото и приятной лентой. Почти полторы сотни лайкнули это фото, на девушку подписались 1200 человек. Запомните, самое главное, Маша не блогер. Самарская фитнес-няша, любимая девушка, неплохая хозяйка Николь Григорьева, поделилась рецептом самого быстрого, как она пишет, вкусного, питательного и полезного десерта. Итак, берем 4 столовых ложки семян чия. Это испанский шалфей, растет в основном в Южной Америке. Далее 250 миллиграмм кокосового молока, 1 банан. Семена смешиваем с молоком и убираем в холодильник. Минут через 20 они загустевают. Достаем и на глаз добавляем немного обычного молока. Еще можно добавить туда сахара, уже будет не так полезно, но вкуснее. Я добавляю тростниковый. Слоями выкладываем пудинг, кусочки банана, пудинг и сверху еще банан. Убираем в холодильник на 3 часа минимум, а лучше на ночь. Алексей Прокаев признался, что он также служил в армии. Какая же вы сверхинтересная личность? Ставрополь, Северный Кавказ, 2 года преданной службы. Служу Советскому Союзу, рука об руку с моим другом Дмитрием. Ныне он актер и продюсер. Нам есть что вспомнить. После службы были лихие 90-е и много всего. Димка, благодарен тебе за все. Будь здоров и счастлив, любви и драйва во всем. Жду в гости. Ура! Чем заменить сладкое? Задается вопросом самарской модницы Алина Носарева. Скоро будет год, как я стал абсолютно шуга-фри. Отсутствие сахара в том числе и в скрытом виде. Невероятно позитивно на мне сказалось. Чем можно заменить? Какао, где много магния, шоколад без сахара, фрукты, органические сухофрукты. Напомним, главное правило, если что тебе запретили, то замените. Но все, конечно же, должно быть в меру. Несколько раз в жизни мне встречались люди, которые не слушают музыку. Совсем. Я недоумеваю, пишет самарчанка Алла Меонаргия из проекта «Голос». А ведь есть песни, под которые ты умирал, но остался жив. Под которые грустил, гуляя по городу. Песни, которые орал в потере голоса. Под которые ты был пьян и танцевал до одурения. Самарский визажист Алла Трофимова поделилась своей методикой выхода из кризиса. В жизни каждого бывает мгновение, когда удача нас покидает, пишет девушка. Единственное, что утешает, такие моменты быстро проходят, не оставляя даже и следа. Если, конечно, вы умеете с ними справляться. Моя методика выхода из кризиса. Первое. Научиться находить что-то хорошее даже в самых сложных и неприятных ситуациях. Второе. Находя в состоянии депрессии, печали и тоски, смотрю на ситуацию со всех сторон, вспоминая пословицу. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Тольяттинка Анна Ли или жена успешного мужчины, как она себя сама называет в Инстаграме, отдыхает вместе с супругом на Северном Кавказе. Сегодня встали рано утром и быстро собрав все наши вещи, отправились на самый высокий пик Европы Эльбрус. Даже несмотря на то, что мы видели в Кудаури, горы нам особенно прекрасны. Хочется смотреть на них и вечно, и бесконечно. Ясное солнце встретило нас сразу же по прибытию. Приятно радоваться каждому моменту. Есть в этом что-то волшебное. Уезжаешь одним человеком, а возвращаешься совершенно другим. А самарский комментатор Андрей Миронов уехал на Кипр. Вино и Кипр неразделимы. Количество частных виноделин зашкаливает. Но чтобы сделать правильный выбор подарка, мной была проведена очень ответственная качественная работа. Андрей перепробовал на вкус все вино на Кипре. Это нужно для подарка. Тот, кому дарит вино, будет очень доволен, считает Андрей. Много я не пью, только в рамках дегустации язык не заплетается. Дикция не изменена. Готов продегустировать каждую бутылку. На благо Родины я готов на многое, пишет автор. Читатели троллят. Порция всего 20 грамм, но там 50 видов. Говорят, на Кипре прамили высокое разрешено. Пользуйся, братан. На этом все. Репосты, лайки и ваше внимание нам приятно. Так же, как героям этого выпуска. Подписывайтесь на корпоративные сети Терр и следите за новостями в новом выпуске Террограмма. С вами была я, Таня Бекметова. Увидимся! Террограмма